Мы говорим, что путевка в жизнь здесь. Мы вам покажем, каких успехов достигают ребята, если их правильно сопровождают. Очень здорово. Здесь важно еще доводить ребят даже из районов до высококвалифицированной, высокотехнологичной помощи. Все возможности есть. Сейчас в стране работают центры очень серьезной квалификации. И возможности у нас есть. Главный ориентир для специалистов нового центра социального развития – семьи. За каждой здесь закрепляют персонального куратора, вместе с которым разрабатывают персональный курс реабилитации. Работают психологи, логопеды, социальные педагоги. Сейчас в центре более двух тысяч подопечных. Принимают детей с рождения и взрослых до 45 лет. Швейные и гончарные мастерские, актовые спортивные залы, кабинеты психолога, логопеда, линейка реабилитационных мероприятий здесь довольно обширна. В штате 59 педагогов и каждый окружает ребят заботой и вниманием. Самое главное, я видел горячий глаз у персонала, у воспитателей, преподавателей. Я видел улыбки на лицах детей. Я вижу, что детям это по-настоящему интересно и притворно. А с другой стороны, конечно, всегда надо развиваться дальше. Вот стоит остановиться и начнется постепенное опять угасание. Поэтому всегда нужно какие-то новые цели, новые задачи ставить. Мы сейчас с руководством центра проговорили. Я вижу, что задачи тут хватит на много лет вперед. Самое главное, что есть вот этот задор и интерес к тому, что здесь происходит. Центр взаимодействует с учреждениями культуры, здравоохранения, образования и спорта. Еще, по словам Павла Малкова, скоро одним из партнеров станет крупный фонд, специализация которого – детское протезирование. Субтитры создавал DimaTorzok